Все наше внимание будет сосредоточено на процессах, поэтому в первую очередь давайте определимся с тем, что же такое бизнес-процесс. Бизнес-процесс – это совокупность последовательных действий, которые направлены на получение определенного результата. Этот результат может быть продуктом или услугой для потребителя. Существует множество подходов в области управления процессами. В этом курсе мы рассмотрим подход, в основу которого лег цикл PDCA. Что это за цикл и как расшифровывается сама аббревиатура, мы сейчас обсудим. PDCA от английского plan, do, check и act означает «планируй», «выполняй» или «делай», «проверяй» и «реагируй» или «воздействуй». PDCA – это циклическая модель непрерывного совершенствования процесса, которая также известна как цикл дейминга или цикл шухарта. Цикл PDCA состоит из четырех последовательных этапов. Давайте мы рассмотрим каждый из них чуть подробнее. На этапе планирования происходит оценка текущей ситуации и определяются приоритетные проблемные зоны в процессе. Именно здесь происходит сбор необходимой информации и постановка конкретных целей. То есть мы определяемся с тем, куда мы хотим прийти. Дальше. Здесь ищутся пути для перехода в целевое состояние, которые и позволят устранить выявленные проблемы и тем самым сделать наши процессы эффективнее. На этапе ДУ – это второй этап. На этапе выполнения происходит разработка плана мероприятий для внедрения принятых решений в процесс. Здесь происходит реализация намеченных изменений. Что важно сделать на этом этапе? Важно ответить себе на вопрос, сколько именно по времени займет процесс внедрения этих мероприятий и принятых решений. А также нужна ли какая-то тестовая версия, период адаптации, какой-то пилот. На этом же этапе очень важно обучить всех участников процесса о работе в соответствии с новыми требованиями. На третьем этапе – чек. На этапе проверки происходит оценка степени соответствия фактических результатов и тем намеченным целям, которые были определены в самом начале. Именно здесь происходит оценка стабильности внедренных изменений, а также анализ отклонений. На завершающем этапе ЭКТ, на этапе реагирования, происходит внесение окончательных изменений в сопроводительную документацию. Это нужно для того, чтобы ваш процесс был контролируемым и для того, чтобы в дальнейшем другие люди смогли воспользоваться вашими результатами и вашим опытом. На этом же этапе ЭКТ происходит разработка и продумывание дальнейших решений, дальнейших шагов по совершенствованию процесса.